Второй день соревнований, напряжение уже зашкаливает. Ангарские девчонки среди своих сверстниц уверенно лидируют. Майя Савина и Софья Рыхлицкая уже много лет покоряют трассу Саранска. Здесь единственный крытый корт в стране, где проходят соревнования по БМХ спорту. На первый кубок России съехались велогонщики из 12 регионов. Наши девочки не подкачали. Мне тренер дал задачу набрать как можно больше дистанции между собой и соперниками. Поэтому я подумала, что расслабилась, потому что меня начали догонять девочки. И даже одна девочка меня обогнала на вторых соревнованиях во втором заезде. Но я подкрутилась и смогла догнать на финишной прямой. На первых соревнованиях я лидировала, но из-за лужи на вираже, к сожалению, я упала. Но во вторых соревнованиях мне достаточно так повезло. Я собрала все силы в кулак, проехала так, как мне посоветовал тренер и заняла первое место. Сегодня для ангарских велосипедистов открываются новые возможности. Руководители спортивного клуба «Ритм» за свой счет арендуют помещение. Они своими силами соорудили искусственные неровности, схожие с препятствиями на трассах. Возможно, ангарские девчонки одержали победу на первом этапе кубка благодаря именно ежедневным тренировкам. Мы смогли зиму в этом году тренироваться в крытом помещении. Не сидели, не занимались УФП. И команда, которая приехала, показала очень хорошие результаты. Потому что здесь есть возможность отработки и старта. И есть возможность педалежа и даже некоторых трамплинов. Потому что все-таки БМХ спорт – это в первую очередь прыжки, это смелость, а это надо нарабатывать каждый день. Несмотря на триумф, велосипедисты на месте не сидят. Майя Савина получила приглашение на участие в чемпионате Европы и в апреле планирует поездку за рубеж. А остальные ребята сейчас усиленно готовятся к первенству Сибирского федерального округа, которое пройдет в июне. Мария Константинова, Дмитрия Новопашин. Местное время.